В канун Международного дня ребенка судебные приставы вновь предприняли попытку достучаться до родителей, пренебрегающих обязанностью платить алименты. И по традиции отправились в утренний рейд по должникам. На повестке дня пара десятков адресов во Фронтинском районе. Судебных приставов обычно называют коллекторами, а нужно сыщиками. Их клиенты, как правило, мастера не только уклоняться, но и скрываться. По месту регистрации не проживают, звонки игнорируют. В этом адресе прописана мать четверых детей. Все они в детском доме. Но женщину, как видно, разыскивают не только за неуплату алиментов. В любовно заклеенные скотчем двери платежки по коммуналке. Только за свет долг больше 70 тысяч. Собственным детям горе-мама должна миллион. Видимо, поэтому женщина и решила скрыться. На исполнении структурных подразделений в службе судебных приставов находится около 10 800 исполнительных производств по алиментным платежам. Около 30% всех должников составляют женщины. В этом подъезде наша съемочная группа испытывает дежавю. Мы уже были здесь в июне. С тех пор мужчина не одумался и содержать собственного ребенка по-прежнему не хочет. А вот камера в этот раз стесняется. Почему алимент не платите? Почему? Нет, вы не платите. Почему ко мне не являетесь по повесткам? Не было повесток. Его долг больше полумиллиона. Не платит, потому что не может устроиться на работу. Из-за судимости, полученной за долги по алиментам. Замкнутый круг. К слову, у этого отца года 4 срока. Приставы часто слышат разные причины неуплаты. Самое распространенное – конфликт между родителями. Мы также советуем нашим должникам, чтобы они открывали счета. И тогда можно проконтролировать, куда эти деньги деваются. Ну и вообще, как бы. Но они должны тоже знать, что ребенок, он каждый день хочет и пить, и есть, и одеваться. И так что те деньги, которые они перечисляют, они не идут на нужды мамы. Бывает, должники мужчины жалуются, платить ребенку от прошлого брака не дает новая жена. Этот случай, скорее, исключение. Пока нигде не работает. Почему не работает? Вот эти вопросы я задаю, поэтому и не живем. Понятно. А вашему ребенку он помогает? Ну, вот в плане того, что сидит хотя бы, что я могу работать. А финансово помогает как? Материальную помощь оказывает? Сожительница спросила у приставов, может ли она гасить долг перед детьми любимого мужчины вместо него. И получила разрешение. Новеллы федерального законодательства, между тем, дают должникам отсрочку от зоны. Теперь реальный срок за неуплату алиментов можно получить только после административного наказания. Те, кто не платит более двух месяцев, получают либо обязательные работы, либо административный арест до 15 суток. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.